Сборники и учебники для подготовки к ЕГЭ. Секретная информация. То, о чем тебе не расскажу в школе. Всем хеллоу, меня зовут Марина Лесковец, я ваша учитель английского и регулярно делюсь с вами полезной информацией в контексте подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Ну, я работаю с этим и поэтому об этом вам рассказываю. Сегодня я расскажу вам о ряде учебников, которые действительно помогут вам подготовиться к ЕГЭ. И на них я бы даже рекомендовала потратить некоторое количество средств. И есть ряд учебников, которые также стоят рядом с теми хорошими на книжных полках и кажется, что их тоже хочется купить. Но я не рекомендую вам их покупать и расскажу почему. Так что поехали, начнем. Начну с хороших, расскажу о том, какие учебники вам точно понадобятся. А дальше расскажу о тех учебниках, которые под вопросом и, возможно, будут вам не очень полезны или даже вредны. И я думаю, что информация, которая будет в конце, вас даже удивит. Может быть, вы захотите со мной поспорить, но мы будем спорить с вами в комментариях. Жду ваши пояснения, точки зрения вообще по поводу учебников. Давайте начнем. Начнем с хороших учебников, которые вам очень нужны для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. И здесь я бы выделила учебники, которые появились в прошлом году по новому формату разделов письмо и говорения. Пока мы не знаем, насколько в этом году в ЕГЭ 2023 изменится задание. Но, соответственно, я основываю это видео на том материале, который у меня есть сейчас и тем, что я пользовалась. Итак, учебники Гаджиевой. И там еще ряд указан авторов, да, но для меня это учебник Гаджиевой. Здесь я покажу вам картинки этих учебников. Очень рекомендую их для подготовки как самостоятельно к ЕГЭ для разделов письмо и говорения, так и для коллег-преподавателей. Почему? Да, там есть некоторые опечатки. Может быть, они еще будут редактировать этот учебник. Ну, собственно, потому что сам единственный государственный экзамен, он меняется просто день от дня. И менялся в прошлом году, как бы то так, то так, то так. Но они ведут в соцсети, авторы этих учебников ведут в соцсети, ведут Инстаграм. И дают много полезной информации в своем блоге в целом. И даже комментируют какие-то недочеты и правки в своих учебниках, которые, возможно, они будут вносить. В общем, здесь я хочу сказать, что в целом это добросовестные профессиональные авторы. И данный учебник действительно вам поможет. Потому что там вы найдете ряд вариантов абсолютно по всем топикам, которые могут попасться на ЕГЭ по устной и письменной части. Более того, есть рекомендации по выполнению заданий устной и письменной части. Есть варианты схем ответов, которые, опять же, отлично подойдут, в том числе и для самостоятельной подготовки к экзамену. Что еще более круто, есть ответы. Потому что именно ответами, полноценными развернутыми, может похвастаться далеко не каждый сборник и далеко не каждый учебник. Поэтому здесь вам будет на что опереться. Только единственный момент, о котором я хотела бы сказать, пожалуйста, не заучивайте эти ответы. Пусть они будут для вас основой некоторой, некоторой подсказкой и идеями, которые вы можете использовать. Но ни в коем случае не учите их. Это вообще не поможет. Вообще, заучивание топиков, ну, совершенно ни к чему в едином государственном экзамене. Вот. Следующий учебник, который бы я хотела выделить среди ряда других, которым я начала пользоваться в прошлом году, это большой справочник по подготовке к ЕГЭ издательства «Легион», автор Рябовичева. Там еще, соответственно, есть соавторы, да, но для меня, опять же, вот, называя это первую фамилию, всегда как-то мы ориентируемся именно на первую фамилию. Уж простите меня, пожалуйста. Здесь тоже покажу вам картинку, обложку этого учебника. Кому и для чего я рекомендую использовать этот учебник. Во-первых, там здорово, очень емко и грамотно расписаны грамматические правила, которые, собственно, нам даны в кодификаторе. И здесь очень удобно, опять же, ученикам готовиться даже самостоятельно по этому учебнику. То есть вы читаете правило, оно емко, понятно, очень адекватно расписано, и далее дается несколько упражнений на закрепление этого правила. Особенно этот учебник подойдет для повторения. Например, если вы хотите освежить информацию в памяти, и уже много правил прошли, да, но хочется еще раз закрепить материал. Тоже хорошо подойдет. Но если вам нужно больше практики и больше объяснений, более детальных, например, с некоторыми правилами вы не знакомы, данный учебник в таком случае не подойдет. Но в целом, как теоретическая база и основа для тех, у кого уже есть база знаний, просто вот супер, ай рекоменд. А теперь пройдемся по классике жанра. Музланова и Вербицкая. Речь идет о сборниках тестов, которые я очень рекомендовала бы каждому ученику прорешать. Начну именно с Вербицкой. Пожалуйста, вот сборник Вербицкой, это просто мастхэп для подготовки к экзамену. Да, многие задания повторяются, по сути говоря, тестовая часть не особо меняется. Вот, меняется лишь письменная и устная часть просто потому, что формат меняется. Но, как бы здесь, что хочу сказать, это просто, ну, максимально приближенный вариант к реальному экзамену. И вот этот сборник нужно прорешать абсолютно каждому. Что касается сборника Музланова, и, наверное, если вы его уже открывали и пытались решить некоторые задания оттуда, то вы обратили внимание, что что-то там не то, что-то он сложнее. Это так. Этот учебник мне, на самом деле, очень нравится, но я бы рекомендовала его ребятам уже на продвинутом уровне. То есть, если вы уже все прорешали из Вербицкой и вообще все возможные сборники, то, пожалуйста, переходите к Музлановой. Это интересно. Вот я сама, как преподаватель, с удовольствием решаю задания оттуда. То есть, это определенный такой челлендж. Но сам учебник замечательный. Тоже отличная практика. Еще из сборников тестов мне хотелось бы выделить два еще учебника Славова и Ходокова. О них, мне кажется, не так много говорят, но при этом там действительно очень адекватные и хорошие задания. Они уровню сборника Вербицкой отлично подойдут для подготовки. Я также использую данные сборники на своем курсе. То есть, считаю их действительно отличным материалом для подготовки. И с радостью делюсь этой информацией с вами. Пользуйтесь, готовьтесь, получайте высокие баллы за экзамен. Что касается грамматики и лексики, то можно использовать учебники для подготовки к этому аспекту экзамена. Здесь, может быть, вы удивитесь, или не удивитесь, но скажу честно, как преподаватель, во-первых, одно не существует без другого. То есть, в идеале нужно заниматься по учебно-методическому комплексу вроде Activate. Кстати, его и рекомендую. Уровня B2. Там много форматных заданий, которые подходят нам для подготовки к ЕГЭ. Если вы преподаватель, то напишите, пожалуйста, в комментариях, пользуетесь ли вы этим учебно-методическим комплексом. Там, кстати, очень много дополнительных заданий, замечательной лексики, которая прекрасно подойдет именно к формату экзамена. Но вот что я не рекомендую, да, и мы плавно переходим к тем учебникам, которые нам не подойдут. Они как бы, я не могу сказать, что не подойдут, но вот в целом подготовка по ним только частично эффективна. Например, да, казалось бы, очень часто, кстати, в своих видео я рекомендовала этот учебник Макмиллана, да, Grammar and Vocabulary, как источник информации грамматической и лексической для подготовки к ЕГЭ. Это так. Но хочу здесь добавить уточнение. Это хороший учебник, да, в котором действительно мне очень нравится, как там расписана грамматика. Там есть задание на закрепление материала, есть лексический материал, но лексический материал дан в каком формате? Это просто огромный список лексики, замечательный, классный, качественный. Но не так-то просто, а по факту невозможно учить язык, да, в виде каких-то столбиков слов. Вот, понимаете, поэтому все вот эти вот чек-листы там с лексикой, пожалуйста, их учи. Но в отрыве от контекста, без текста, без того, чтобы вы использовали в речи эти слова, без того, чтобы вы использовали их на письме, слушали их, воспринимали на слух. Вот без всего этого это не имеет смысла. Вы как запомните, и в следующую секунду все это забудете. Поэтому данный учебник Macmillan Grammar and Vocabulary, да, подготовка к ЕГЭ по английскому языку, он, кстати, очень недешево стоит, вот, он может быть базой для повторения, но именно для изучения информации нет. Все-таки рекомендую для лексики и грамматики использовать учебно-методические комплексы, и, конечно, их легче всего проходить с преподавателями. Еще как дополнительный источник информации рекомендую РНЕ. Учебник РНЕ тоже отлично подойдет для этой цели, но там, конечно, более-таки разрозненные темы, но тоже очень неплохо. Присмотритесь. Если у вас есть, кстати, ваши рекомендации, то делитесь ими в комментариях. И хотела бы еще сказать об одном сборнике, который не рекомендовала бы покупать. Это тоже находка, скажем так, 2022 года. Это новый сборник издательства Legion под авторством Melikian. Да, опять же, там есть соавторы, да, но, прошу прощения, опять же, называю, называю только первую фамилию. Здесь тоже картинку прикреплю. Я большие надежды возлагала на этот учебник и думала, блин, наконец-то, еще один сборник, я буду им пользоваться, класс. Потому что, скажу честно, вариантов всегда не хватает. И всегда мы ищем эти варианты, всегда их откуда-то берем и выбираем самые адекватные задания. Потому что в одном сборнике, в одном варианте могут быть задания форматные, неформатные. Кто готовит к ЕГЭ, вы знаете. Но вот именно Melikian, я скажу честно, большие надежды возлагала, но задания оказались гораздо сложнее. Даже вот с Музлановой не сравнить. И, ну, такой определенный неформат. Коллеги, может быть, или ребята, кто пользовался этим учебником, напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Но я не нашла применения этому учебнику, сама потратила деньги на этот учебник, но вам не рекомендую. Может быть, авторы подредактируют это пособие, будет совсем тогда круто. Потому что варианты очень нужны, очень нужны. Вот такой запрос, может быть, какое-то издательство меня слышит. Очень нужны хорошие, адекватные варианты, потому что ребят отталкивает, на самом деле, учеников, когда они видят какие-то, казалось бы, сборники, начинают их решать, не понимают, что такое, это же вообще какой-то неформат. Например, нарушу ЕГЭ один уровень, а в сборнике совершенно другой. Это отталкивает, пугает, и многие ребята даже не решают сдавать экзамен, думая, что это какой-то вообще ужас, мрак, и вот невозможно подготовиться. Нет, как бы здесь вот очень многое зависит от авторов. Как-то просто учебники востребованы, именно эти, именно сборники тестов, их все равно будут покупать. Но, блин, они должны быть форматные, хорошие. Поэтому, ребят, спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк этому видео, пишите, пожалуйста, ваши рекомендации и антирекомендации на учебники. Сделаем это видео еще более полезным. И желаю вам 100 баллов за ИГЭ, ребят. Увидимся. Продолжение следует...